Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Неосторожное обращение с огнем вновь стало причиной пожара. В поселке Искателей сгорелась квартира в доме 19 по улице Строителей. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в считанные минуты. Жители деревяшки уже подсчитывают ущерб. Дополнительная поддержка. Ко дню победы труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получат из окружного бюджета по 75 тысяч рублей. Бездомных животных будут выпускать на волю. В соответствии с новым законом бродяжек больше не будут оставлять в пункте временного содержания. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Неосторожное обращение с огнем вновь стало причиной пожара. В поселке Искателей загорелась квартира в доме 19 по улице Строителей. И хотя пожарные расчеты ликвидировали возгорание в считанные минуты, жители деревяшки вынуждены подсчитывать ущерб. Наталья Дуркина с подробностями. Елена Суслова совсем недавно закончила большой ремонт. Постелила ламинат, поклеила обои и заказала навесной потолок. Однако радоваться пришлось недолго. Пожар разрушил все. Ко мне пришла соседка, стала громко стучать в дверь, что там на втором этаже идет сильное задымление. Я вышла, сразу вызвала скорую пожарную часть. Приехали ребята, к ним пошли на второй этаж, открывали, потом стали их всех выносить. Дым-то все равно шел. А видать, у него в полу там, наверное, курили, я не знаю что. И уже дым-то от потолка-то уже стало видно, что он уже так стал, ну, как там, растворяться или что там делалось. От натяжного потолка. И потом я смотрю, что дым пошел уже. Уже вот-вот все на меня. И они включили воду, стали все заливать. Причем это уже не первый инцидент с участием соседа Елены, в жилье которого и произошло возгорание. Он неоднократно заливал квартиру снизу. Все могло замкнуться и загореться. Все перекрыли, опять ушли. И так было несколько раз. Я уже хотела писать на него, потому что у меня уже больше силы. Куда уйдешь и боишься, придешь вот к разбитому корыту. И в итоге так все и получилось. Жертв по счастливой случайности нет. Из квартиры, где произошел пожар, эвакуировали пятерых. Одного передали бригаде скорой помощи. Первое возгорание обнаружила Анастасия Помылева. Пенсионерка уже не в первый раз спасает двухэтажную деревяшку от уничтожения огнем. Например, в 2004 году она заметила задымление и незамедлительно обратилась в службу спасения. Сейчас не пострадала, потому что я первая заметила дымка. Так наклонилась, только хотела уборку начать делать. Думаю, хоть под диваном тут немножко это, по-моему, протру. Наклонилась, я смотрю, струйка дыма идет. Думаю, что это такое, к нему зашла, батюшки, дым от потолка. Сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы в 12.47. На место происшествия прибыла дежурная смена пожаро-спасательной части. На борьбу с огнем задействовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Справиться с пожаром удалось довольно быстро. В 13.30 возгорание было ликвидировано. Сейчас дознавателям предстоит выяснить причины, по которым произошел пожар. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». И теперь к другим новостям. Для будущих политиков и законотворцев объявлен новый конкурс «Лидеры России. Политика». Об этом сообщил первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Новый конкурс является отдельным направлением проекта «Лидеры России» и предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводят к назначениям на определенные должности, то с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя. Только люди могут избирать, сказал Сергей Кириенко. Поэтому в новом конкурсе оценят социальную ответственность и определенный социальный багаж конкурсантов. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о проекте можно на сайте «Политические лидеры РФ». Регистрация продлится до 16 марта. А в марте-апреле участники выполнят на сайте конкурса задания дистанционного этапа. После пройдут очные полуфиналы, а в мае состоится финал. И теперь к одной из самых актуальных и обсуждаемых сегодня тем – внесение поправок в основной закон России. Поступающие инициативы обсуждаются на совещаниях рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию в тематических подгруппах. Одно из предложений – расширить и укрепить полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти. Вопрос включения муниципальной власти в систему единой публичной власти очень важен. Поправки, которые предложил президент, открывают новые возможности. Они позволят фактически уравнять в правах муниципальную власть с государственной властью. Вопрос несоответствия полномочий и финансирования уже давно стоит очень остров. На муниципалитетах лежит большая ответственность, но несмотря на ограниченное количество полномочий. Кто, как не местная власть, ближе всех находится к людям. Они обращаются к нам своими проблемами, и им все равно чьи это полномочия – местные, районные, региональные или государственные. К тому же данные изменения позволят пересмотреть межбюджетные отношения. Также появится возможность прописать права сотрудников, работающих в муниципалитетах. Органы местного самоправления будут иметь возможность на компенсацию расходов, которые связаны с государственными полномочиями. То есть они могут решать на уровне сельских поселений те или иные вопросы, которые должны решать по закону органов государственной власти. Добавлю изменения, направленные на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в Конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Ко дню победы труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получат из окружного бюджета по 75 тысяч рублей. Такое решение по инициативе губернатора округа Александра Цибульского было принято на минувшем заседании администрации округа. Проект поправок в окружной закон о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан был представлен на рассмотрение регионального парламента. Действующей редакцией закона отруженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда предусмотрена ежегодная региональная выплата ко дню победы в размере 10,5 тысяч рублей. Наедина временно и уплачется к 9 мая. Проектом закона, который внес в собрание депутатов губернатора предлагается установить новую выплату в размере 75 тысяч людей для данной категории граждан, которые пожили в округе имени 15 лет. Хотелось бы обратить внимание, что те, кто предлагаемую новую категорию не подпадет, то для них сохраняется выплата в размере 10 тысяч 543 рубля. Кроме того, поправки, внесенные губернатором Ненецкого округа, предусматривают установление дополнительной выплаты к юбилейным датам празднования Дня Победы лицам, относящимся к категории «Дети войны». Проектом, который представлен в нашем внимании, предлагается установить новый вид выплаты для данной категории. Это разовый выплату 9 мая 5 тысяч. На заседании постоянной комиссии по социальной политике было принято решение доработать законопроект до предстоящей сессии. Региональные операторы по обращению с ТКО разъяснили порядок оплаты коммунальной услуги. Как сообщается на официальном сайте окружной администрации, сейчас продолжается работа по доставке квитанций на оплату услуг за вывоз твердых коммунальных отходов за январь. При этом пени за возможное нарушение сроков оплаты взиматься не будут. Напомним, за вывоз мусора в Нарьинмаре, поселке Искатели, Красном и Тельвиске отвечает комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию населения. Оператором у сельских поселений Ненецкого округа выступает Севержилкомсервис. Квитанции для населения готовят именно эти организации и, как пояснили ответственные лица, платежные документы разослали еще не всем потребителям. Учитывая, что у нас потребители примерно в округе складывают, в нашей агломерации складывается 31,5 тысяча, то есть есть некоторые сложности в плане временного ресурса. То есть эту работу должен был выполнить, о чем, собственно, и договаривались на многих совещаниях и мероприятиях, единый расчетный центр. Единый расчетный центр сейчас пока не готов запуститься, он будет готов ориентировочно с 1 апреля. И поэтому было принято решение 11 февраля о том, что МУК КБ и БО выпустят квитанции и доставят их самостоятельно и за свой счет. По квитанциям, которые уже дошли до жителей Нарьинмарской агломерации, произвести оплату можно только по реквизитам через терминал Сбербанка или непосредственно через операционные окна банка. Жители сельских населенных пунктов, входящих в зону ответственности Севержилкомсервиса, получили квитанции на оплату коммуналистов. Коммунальные услуги по сбору и вывозу мусора в начале февраля. Напомним, Ненецкий округ вступил в реформу по обращению с ТКО с 1 января 2020 года. Она предполагает, что с этого момента за всю технологическую цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будут отвечать региональные операторы. В Заполярье в 2020 году зарегистрировано 5 случаев гриппа. При этом уровень заболеваемости в Ненецком округе ниже порога на 22,8%. А значит, ситуация по ОРВИ и гриппу остается стабильной. Региональное управление Роспотребнадзора проводит регулярный мониторинг. С начала года проведено уже 70 исследований, в результате которых выявлено 3 человека, заболевших гриппом А и 2 подтвержденных диагноза грипп Б. За 8-ю неделю 2020 года зарегистрировано 340 случаев ОРВИ и гриппу. Уровень заболеваемости на данный момент ниже эпидемических порогов на 22%. В настоящее время ситуация по ОРВИ и гриппу стабильная. С первого по 8-ю неделю превышения эпидемических порогов на территории округа не было. Были превышения в отдельных контингентах. Примечательно, что в аналогичный период прошлого года эпидемическая ситуация была другой. Наблюдалась волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Пик пришелся на 8-ю неделю года. Тогда порог заболевших превышал 101%. Предэпидемический подъем 2019-2020 года было привито против гриппа более 20 тысяч человек. И охват от общей численности населения по иммунизации против гриппа составил 43,5%. Высокий уровень иммунизации против гриппа в предэпидемический период способствовал снижению уровня заболеваемости. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом остается на контроле управления Роспотребнадзора. Однако медики советуют помнить о мерах профилактики и поддержания иммунитета. Наш следующий материал о вечном споре между зоозащитниками и теми, кто безответственно относится к своим питомцам. С 1 января 2020 года в силу вступили все положения нового федерального закона, который требует выпускать в прежние места обитания выловленных животных после стерилизации и других процедур. Первые выпуски собак уже прошли и в Наринмаре. Как отреагировали жители заполярной столицы и кому больше вред нанесли этими нововведениями? Ответы на эти вопросы в материале моей коллеги Екатерины Дементьевой. Бюршки все одинаковые, белая с зелёным, тряпится ухо. Эту лохматую дворняжку выловили в районе Кармановки почти три года назад. За это время собаки пытались найти хозяев, её стерилизовали, привили и приручили. Но закон равен для всех, и её пришлось вернуть в прежнее место обитания. В карантинировании ставится чип, вакцина против бешенства, животные стерилизуются или кастрируются, проходит период послеоперационный, и далее, ну в это же время мы ставим клипсу во время наркоза, вот, и далее уже выпускаем в окружающую среду. Возврату в прежние места обитания подлежат животные, не проявляющие немотивированную агрессию. Такие меры обусловлены высокой загрузкой пункта временного содержания животных. У каждой такой особи специальная клипса на ухе. Но в действительности, будет ли безопасно такое животное? Которое стерилизованно может проявлять агрессию, конечно. Где они будут питаться, вопрос. На помойках? Или добрые люди будут их подкармливать? Я не знаю. Тут ведь человеческий фактор. Каждый человек рассуждает по-своему. Как будут вести себя животные, оказавшиеся на воле, без казенной еды и места укрытия? Не будут ли они сбиваться в стаи или пытаться навредить людям? На этот вопрос нет ответа даже у специалистов. Да и жители города не поддерживают эту инициативу. Конечно, надо содержать питомников всех. А так собака страдает. Вроде как проявить гуманность, лишить ее, все, да, там, предположено. Негуманно. Надо содержать питомники и кормить собачек. А хозяев устанавливать и наказывать, чтобы они их содержали и платили. Вот так надо. Ну, как вы считаете, не опасно это? Ну, тоже тут двояко бывает. Смотря какая собака. Если, например, с ней хорошо, так и она, наверное, хороша ей. Одна из оказавшихся на воле собак уже вернулась обратно. Видимо, неволя со своей личной будкой и регулярным прикормом оказалась слаще свободы. Что по поводу кошек. Видимо, с кошками будет то же самое. Вот мы в основном их забираем с подъездов и с подвалов, с теплотрасс. То есть они будут возвращены туда же. Не мы это придумали. Там проклинать нас смысла нет. Мы тоже, люди, подчиняемся закону и, соответственно, поступаем так, как звучит буква закона. Подобная практика теперь будет применяться во всех регионах страны. Сейчас никто не знает, чем закончится подобный эксперимент, что на самом деле гумания по отношению и к животным, и к людям. Вечный спор зоозащитников и зооненавистников звучит так. Убить нельзя, оставить жить. И, как в известной крылатой фразе, каждый сам выбирает, где поставить запятую. Действительно, на улицах полно бездомных, а порой агрессивных животных. Приюты переполнены. И всему вину этому люди. В очередной раз хочется напомнить. Оставайтесь людьми. Не заводите животное, если не уверены, что сможете отвечать за его жизнь. Не выпускайте на самовыгул и хорошо относитесь к тем, кто уже познал горе беспризорной жизни. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Муниципалитеты Ненецкого округа продолжают активно участвовать в инициативном бюджетировании. В этом году на конкурс представлено 36 проектов. Все поступившие заявки пройдут предварительный отбор и проверку на обоснование сметной стоимости. Прием заявлений на предоставление окружной финансовой поддержки завершен. Победителей комиссия определит в апреле. Александра Литкова продолжит. Уличное освещение, благоустройство дворов, площадей, набережных и других территорий, а также озеленение, создание и ремонт детских игровых площадок, мест массового отдыха и многое другое. Все это является приоритетными направлениями развития общественной инфраструктуры, на которые муниципалитеты могут получить финансовую поддержку из бюджета округа. Например, Пустозерский сельсовет подготовил для участия три проекта. В Хамгурии у нас будет проведено по инициативе то ограждение детской площадки будет заменено. По Оксино мы планировали уложить дорожные плиты на центральной дороге. Плиты у нас были уже закоплены. Нам сейчас надо выполнить только работы по укладке. И сделали еще один грант, в котором у нас будет три арт-объекта. Я люблю Оксино, я люблю Хамгурии, я люблю Калинка. В прошлом году жители муниципалитета уже участвовали в подобном конкурсе. Тогда средства на благоустройство были получены, но в связи с тем, что материалы привезли с последней навигацией, реализовывать проекты будут этим летом. В текущем году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры из окружного бюджета направят 17 миллионов рублей. Финансирование проекта осуществляется таким образом. Округ дает миллион, и плюс это 89% от стоимости проекта, плюс 10% это средства самого муниципалитета, 1% по положению должны предоставлять сами граждане, которые выступили инициаторами этого проекта. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. Стоит отметить, что муниципалитеты с каждым годом все активнее принимают участие в конкурсе. Если в 2017 году их было всего 14, то в этом уже 36. В целом, те наши достижения, которые заключаются в том, что популярность этого способа получения средств для муниципалитетов, она растет. Конечно, это непростой способ. Необходимо очень тщательно готовить материалы, документы, рассчитывать сметы. Потом это все на усмотрение конкурсной комиссии, но мы рады, что главы органов местного управления, руководители, они все-таки более активно с каждым годом в этом участвуют. В 2019 году за счет инициативного бюджетирования были профинансированы 23 проекта. Это зона отдыха в районе Захребетной Курьи, двор по улице Ленина в Наринмаре, парк отдыха в Коткино, набережная в Шойне, построены детские и спортивные площадки в Тельвиске, Хангурие, Каменке, Красном. Установлен памятник первому ненецкому пилоту Семену Евтысому в Нельменом носе Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.